всем привет сейчас приехал с работы и сейчас мы будем с вами топить печку покажу какое освещение каким я пользуюсь вот так вот нажимаю кнопочку и свет загорается почти по всему дому там где то нужно вот то есть к одному удлинителю я подвел несколько удлинителей и там там ну где надо я просто лампочку выкручиваю допустим и все если свет допустим здесь не нужен вечером так вот котел сейчас 8 утра на улице мерзопакостная погода прохладненько дождик капает вот и мы топим наш будерос где-то по ведру в сутки топим на улице 13 градусов видно себя ведет котел вот он супруга вчера но ночью наверно затопила на где-то в час ночи может быть закинула вот стоит на котле 40 градусов вот она рисочка 40 вот в котле 40 давайте посмотрим тут еще у нас золы немножко горящих практически нету то есть вот она пружинка закрыта он сам себе топится сейчас мы здесь закроем чтобы печка у нас не подымлюла закрыли тихонечку откроем смотрим вот картиночка сейчас я сюда немножечко высыплю уголючка к сожалению не удается засыпать весь объем угля потому что начинает все равно на улице тепло особо он не горит и начинает немножко подымливать а вот так по чуть-чуть подсыпать даже где-то по третий ведра это я многовато сейчас насыпал где-то по третий ведра нас подсыпать утром в обед и вечер и тогда он хорошо горит сейчас еще летом поэтому вот так теперь температуру обратно открываем на 40 вы практически весь день он так будет стоять может еще раз любой туда-сюда пошевелить он там сразу начали сыпаться уголечки поэтому ошибка не надо пусть тепло держится отопление работает исправно сейчас я топлю пока только первый этаж и радиаторы которые я поставил под полом есть у меня титан стоит на 80 литров чувствуется что очень тепло дома температура так 27 28 градусов обойчики клеить чтобы клей весь растворился чтобы он комочками не был чтобы наши обои были гладкими и красивыми сейчас он загустеет вот такие две дверечки прорезаю и через них вот так вот сыпется хорошо как кашу нас эту срезает пленку эта пленка еще тут не снято сколько уже интересно лет этой пленки красоту наводит да да вот тут мы уже начали клеить обои такая красотища получается вот и надо сегодня нам доклеить еще тут тоже светильники сделали со светильниками обои клеить прям здорово а вот с этой стороны пленка уже так не снялась она здесь солнечная сторона солнышко светит из окна на эту часть то есть здесь не светило солнышко как бы она уже маленько в тени было здесь прямо светило и жара была и смотри вот пленка не снялась таким кусочками отрывается по целиком не снялась у кого будут какие предложения как теперь снять эту пленку наверно ацетоном попробовать космофеном или ацетоном напишите в комментариях как теперь от нее избавиться то есть по краям вот она пошла тут уже все кстати хочу сказать по поводу стен спрашивали не бухтить не кряхтить ли нет ребят вот как прикрутил я гипсокартон уже получается три года вот уже получается даже следы видно да тут бумажки были наклеены какие-то календарики да вот эту часть светлее вот тут уже немножко потемнело гипсокартон как стоял так и стоит может быть какие-то незначительные подвижки есть гипсокартона в силу того что дом все-таки запил к бетону может быть он как-то все таки играет от температуры там и все такое да но что такого значительно чтобы прям отходило ничего такого нету то есть все так очень крепко стоит очень так ничего нигде не отошло никакой прессе не под ними нигде нету никак вообще да и мы решили покрасить мы решили наклеить обои вот начинаю я стараюсь клеить обои с угла вот клею так я стараюсь вот сюда вот я пять сантиметров завел буквально только пять сантиметров вот чтобы вот эти все стыки потом если вдруг что-то криво косо немножко чтобы это все не делать то есть вот так вот получается проще намного ту внутреннюю часть я завел а верхние уже лист вот этот вот лист обоев я уже просто внахлёст вот так вот прикладываю и приклеиваю вот такие вот пузыри остаются немножко это ничего страшного они потом растянутся вытянутся вот хотел показать пену монтажную говорят что она высыпется там под гипсокартоном и не будет держать гипсокартон вот этот пена монтажная она здесь нанесена уже наверное около пяти лет назад вот она вот такого желтого цвета то есть она не закрытая немножечко желтенького тут я сейчас подрезал подравнивал вот она белая внутри а вот окошко сейчас снял обналичку он нам наличка с окошка вот посмотрите какая пенка она прям беленькая как будто бы она нанесена неделю назад вот она нанесена вот ровно тогда же когда и вот этот нанесена пена вот и то есть вот она стоит свеженькая ну вот можно два цвета сравнить вот это на солнышке а вот это вот полностью в тени и то есть она сохранилась как будто бы вот совсем свежая и поэтому под гипсокартоном она точно такая же ну вот она да почти маленько осталась тима чё балдеет красиво дать его очень удобно что радиатор вот на таких вот крючках то есть я выкрутил просто вот эти крючки радиатора вот так вот отогнул и наклеил в этом месте ночью на крыша склею обои но и вот батарея вот так вот тоже снялась крючков и я ее отцепил чтобы в этом месте все проклеить ну что ж вот наступил вечер время вот 2217 то есть получается я подходил как к котлу 8 8 15 там или сколько ли было то есть сейчас на улице 12 градусов тоже весь день промолит проморачала вот дождик идет сейчас вообще дождик вот такие вот дела вот и вот наш котел к нему я не подходил весь день ну конечно сейчас лето как бы тут и расход не такой небольшой тепла вот но тем не менее вот что снижается температура до 40 уже видать падает вот так же вот он на 40 у меня стоит посмотрим что-то внутри 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 вот что то есть вот они так тут надо закрыть чтобы она не дымила внутри вот такие вот угольки то есть я просто беру сейчас и высыпаю остаток этого ведра все ведро лучше не засыпать сразу потому что горит медленно и уголь нагревается начинает шаять уже здесь вот и уже тогда начинает из котла пахнуть поэтому к сожалению не получается в этот уголь когда тепло вот загрузить сразу много ну а зимой я полный насыпаю сейчас что получается вот обратно выставляем 40 и все и до утра он до 10 теперь будет топиться нет я не чистил вот она такая вот была ну в принципе так вот прям вот я вот угольков так вот раз вот они угольки посыпались вот и все теперь до утра он будет стоять вот ну и в доме ну так вот в доме стоит целый день вот такая температура 20 27 градусов задали вопрос про пояс да действительно спина периодически начинает болеть межпозвонковые всякие дела там и однажды меня прям свернула прям сильно болела спина я прям не лежа не мог не стоя не мог сидя только мог более-менее это работал окна вставлял как раз на это окна вставлял вот и приехал я просто в медтехнику вот и вот такой вот пояс и глядите мне пояс какой-нибудь в общем пояс очень такая полезная вещь называется он три вес просто подписчик один спросил показываю три вес вот три вес санкт-петербург точка ру сайт три вес санкт-петербург точка ру сайт вот так здорово меня выручает то есть буквально для три или четыре и вот у меня уже третий раз буквально наверно за десять лет или за сколько лет за 5 третий раз наверно уже чуть ли не раз в год раз так сведет поясницу прям конкретно а сейчас последний раз до в последнем ролике увидели что я опять в поясе ходил это я попилил дрова там знакомый попросил я попилил трава дрова то есть я пачка этих как назвать горбуля но пачка и то есть я вот это бензопилой так пилил пилил то есть знаком бензопила на весу и практически машину мы с ним распилили там немножко осталось не успели распилить вот и прям буквально на следующий день или даже через день я хоп такой и у спину то свело я короче раз сразу пояс одеваю и сильно помогает одевает одевать его надо вот так вот так ну чё тут еще с поясом вот тут такие пластиковые вставки идут пластиковые сколько кто-то раз получается два посередине по спине три четыре пять штук пластиковых и он такой вот два этих одевать его нужно вот так вот лежа чтобы межпозвонковые диски раз двинулись между собой я вот так вот ложусь так потянусь маленько еще если за диван за какой то так вот раз вытяну как бы спинку потом еще так вот полежу полежу как бы раздвину их и вот так вот раз так вот он одевается потом второй контур идет так вот раз его с такой брони я потом несколько дней хожу пока боль не проходит то есть вот и все потом так вот потихонечку разу как и вставки выбрали что за полторы ли за 1000 до что-то 1300 но это было года три или пять назад в принципе цены особо не изменились но и он нам вот он прям это удобно одевать его именно на футболку